Как в республике борются с хищением бюджетных средств и взятничеством, обсудили в Доме правительства. Глава Чувашии провел очередное заседание комиссии по противодействию коррупции. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Национальный план противодействия коррупции приносит свой эффект. В прошлом году правоохранительные органы республики выявили 319 преступных фактов. 140 человек стали фигурантами уголовных дел. Если обратиться к структуре возбужденных уголовных дел, то следует отметить, что больше половины, 116, решений о возбуждении уголовного дела приняты по фактам взяточничества. На 27% сократилось количество прекращенных дел. При этом не допущено прекращение уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. При расследовании уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности установлен ущерб в сумме 44 миллионов рублей. Чтобы возместить причиненный бюджету ущерб, отмечают правоохранители, чаще всего приходится накладывать арест на имущество. В добровольном порядке подозреваемыми и обвиняемыми возмещено 12,4 миллиона рублей. Вместе с тем необходимо отметить, что количественный рост коррупционной преступности произошел в первую очередь за счет преступлений, связанных с мелким взятничеством, а именно бытовой коррупцией. При этом большая часть этого количественного роста, а именно 44 эпизода мелкого взятничества, достигнута за счет одного мздоимца, трудившегося преподавателем в одном из вузов республики. Важную роль глава республики отвел антикоррупционной экспертизе. Проверки нормативных актов помогают выявлять нерациональные расходы бюджета. Отдельные чиновники будут пользоваться недобросовестно этими лазейками и тоже совершать правонарушения. От подготовки качественных нормативно-правовых документов зависит, конечно, уже правоприменительные практики, насколько мы максимально минимизируем ошибки. Эффективная система контроля должна быть налажена и за теми, кто исполняет госконтракты. На этапе антикоррупционной экспертизы есть нарекания к проектировщикам и подрядчикам. Мы считаем, что в работе строительного контроля есть над чем работать. То есть это и применение, будем говорить так, улучшение операционного контроля, приемочного контроля. Это через внедрение фотофиксации, через составление актов промежуточной приемки. Ущерб бюджету приносят и арендаторы муниципального имущества. Только в столице региона сумма долга превышает 150 миллионов рублей. По отдельным муниципальным образованиям идет рост. Отдельные арендаторы годами не оплачивают, и вы практически никакую неустойку не предъявляете. Уважаемые должностные лица, за бездействие есть тоже норма, которая может повлиять на вас в негативном плане. От властей муниципалитетов глава региона потребовал сократить долговую нагрузку в ближайшее время. На злостных неплательщиков необходимо подавать иски в суды. Михаил Игнатьев отметил, что на первый план выходит и профилактика коррупции. В республике объявлен конкурс на лучшее освещение этой проблемы среди журналистов и молодых ученых. Дмитрий Ковалев, Алина Сусметова и Андрей Шоклев. Республика.